Всем привет! Сегодня я хотел вас познакомить с творчеством Жоржа Сёра. Замечательный художник, творчество, которое мне очень нравится. Ну вот, я и сам что-то новое узнал, вам сейчас расскажу. Родился в 1859 году в Париже. Художник, просто импрессионист, основатель неоимпрессионизма, как написано в Википедии. Создатель оригинального метода живописи под названием дивизионизм или пантелизм. Тоже когда-то рисовал и тоже вот пользовал его методом. Так вот, он родился в богатой семье, его отец был юристом, уроженцем шампани, а мать Эрнест Фёвр была просто рижанкой. Посещал школу изящных искусств, служил в армии в Бресте. В поиске своего стиля и искусства изобрел так называемый пантелизм. Это художественный прием, передача оттенков и цвета с помощью отдельных цветовых точек. Прием используется в расчете на оптический эффект, слияние мелких деталей при разглядывании изображений на расстоянии. Фёвр любил писать на небольших дощечках, твердо, не пытающийся давлению кисть, поверхность, дерево, очень подчеркнув направленность каждого мазка. Он обратился отброшенному импрессионистами методу работы на основе этюдов и эскизов, написанных на пленэре, создавать в мастерской уже картину большого формата. Работал в студии, его интересовали делакруа, каро, кутюр, был поражен интуицией Мане и Писаро. Тяготел к научному методу дивизионизма, то есть это теория разложения цветов, осваивал искусство черно-белого рисунка, много читал, интересовался научными открытиями в области оптики и цвета. Как вот утверждает его друзья, его настольной книгой была грамматика искусства рисунка Шарля Блан. В 1883 году Сюра создал свою первую такую выдающуюся работу, огромный живописный холст купальщики Ваньери. Критики отвергли ее. Он показал ее на первой выставке в павильоне ювелирии. Там же он познакомился с синьяком, который впоследствии так вот отзывался картине Пальщики Ваньери. Эта картина была написана большими плоскими мазками, находившими один на другой и взятым из палитры, составленной как удела круа из чистых и земляных красок. Соблюдение контраста, систематическое разделение элементов цвета, тени, локального цвета, правильное соотношение равновесия придавали этому холсту гармонию. В 1884 году вместе с другими художниками он сформировал творческое общество. Там он познакомился с художником Полем-синьяком, который впоследствии также будет использовать метод пуантилизма. Действительно интересный метод, я бы пробовал пользоваться. Вообще мне очень нравится творчество Сюра, так-то. Но надо сказать, что не все импрессионисты приняли него импрессионистское творчество Сюра. Конечно, характерной особенностью стиля Сюра было его ни на кого не похожий подход к изображению фигур. Вблизи картина кажется цветовым месивом. Ее надо рассматривать на расстоянии. Враждебные критики называли картину безжизненными карикатурами. Но надо сказать, что Сюра ушел на упрощение формы совершенно осознанного и есть его картины. Сохранившиеся этюды показывают, что, когда это требовалось, Сюра умел писать вполне живых людей. «Я хочу свести фигуру современных людей к их сути, заставить их двигаться так же, как на фресках Фидия, и расположить на полотне в хроматической гармонии», — говорил он. Он живет с моделью Маделин Ноблох, которую он изображает в работе «Пудрящаяся женщина», как говорил Роджер Фрай. А Роджер Элиот Фрай — это английский художник и художественный критик, который ввел в обиход такое понятие, как «постимпрессионизм». Маделин Ноблох — немыслимая женщина в гротесковом дизобелии 80-х годов. Сюра умер в Париже в 1891 году. Причина смерти Сюра сомнительна. Была приписана форме менингита, пневмонии, инфекционному эндокорриту, дифтерии. Кстати, его сын умер две недели спустя от этой же болезни, от какой, в общем, неизвестно. Похоронен Джордж Пьер Сюра на кладбище Перла-Шес. Ну вот, все, что я хотел рассказать, прочитать из Википедии, оформив это прочтение картинами Джорджа Сюра, замечательного художника, творчества которого мне очень по душе. Ну вот, собственно говоря, и все. Все, всем пока, всем привет, до свидания.